всем привет друзья с вами я и скрайбер сегодня сравнение двух самых наверно отличных и популярнейших оболочек но мило 11 это конечно вы все скажете братан ты вообще о чем говоришь но вот color с мне кажется составляет очень очень хорошую конкуренцию и 11 и мы сегодня поговорим о плюсах и минусах это и другой оболочки я не буду на все подробности друзья обращать внимание просто на некоторые конкретные моменты что лучше у него и что лучше в color с а с одной стороны у меня редми ноут 8 про около трех месяцев я уже им пользуюсь в принципе я очень доволен этим телефоном сюда прилетел обновление мило 11 пока что не десятка сюда обещать десятую версию андроида но друзья ждем пока что здесь девяткам и здесь тоже на реал не 5 про тоже девятка и color с 6.0 тоже жду обновления на android 10 и что прилетела новая оболочка очень интересно узнать кстати color с 7 очень даже очень даже путная оболочка но все это друзья в будущем еще подождем если вы хотите больше узнавать о мило 11 и также color с 6 7 и так далее то об этом пишите друзья обязательно в комментариях и сразу хочу сказать что я не против силами и не против реалами то есть я хочу сравнить две эти оболочки на данный момент все таки я считаю что милой 11 это самая-самая лучшая самая правильная оболочка на сегодня но color с друзья это просто но она она дает в некотором отношении прикурить даже мило 11 и если два этих телефона или две эти оболочки соединить получится вообще просто идеал давайте выпьем за объединение россии и сша в одно прекрасное государство россия а давайте приступим к сравнению первый момент друзья это жесты это короночка color с 6 у сил не пока что этого нет к сожалению вот и у нас по сути есть либо кнопки либо жесты на милой 11 предыдущее приложение кстати вот это реально классная тема color с 6 переходим в удобство настройки дали удобства далее кнопки навигации здесь их несколько вы в предыдущем уже обзоре на это видели двусторонние жесты смахивания это то же самое что и все уме но здесь есть жесты прокрутки это мое самое любимое здесь есть три вариации назад с обеих сторон простые жесты простые жесты это просто свайп назад и сразу ты уходишь домой свайп назад задержкой ты выходишь на предыдущие приложения назад справа и назад слева у меня стоит настройка назад справа а суть жестов чем все жесты эти внизу находится друзья назад справа по сути настройка для правши назад слева настройка для левшей я правша и у меня настроен назад справа все мои жесты смотрите друзья внизу на если мне нужно выйти если мне нужно открыть все приложения я делаю таким вот образом я не должен тянуться вот до этого края либо до этого края то есть у меня все внизу это очень друзья удобно поверьте если вы никогда не пользовались то это прям мега мега удобная тема но пока что в милой 11 этой фишки нет к сожалению а далее следующий момент на который хотел обратить ваше внимание это видео редактор в одном и в другом случае мы можем редактировать видео но как мне кажется в color с больше настроек по этому поводу мы снимем вот такой небольшой видосик на вот так вот получается то есть но есть определенные фишки какие-то до эффект фильма тут есть эпос и так далее определенного рода настройки окей если нам нужно сделать обрезку мы делаем обрезку если нам нужно покрасить видео мы тоже это можем сделать и вас видосик уже идет с музычкой ну как бы неплохо сделано мне нравится отдали мы переходим еще и вот дальше здесь все пропадает по сути еще ничего нету вам нужно загрузить определенное приложение с get apps а она немножко замороченная вам нужно еще денег немножко накинуть сверху чтобы у вас не было водяного знака но и так далее а вам друзья наверное эти заморочки не нужны зачем они real me снимем небольшое видео далее нажимаем на кнопочку изменить здесь мы можем поставить выставить скорость но нам нужно только стандартная скорость соответственно нажимаем дальше и ok здесь есть разные темы допустим винтаж мы хотим покрасить и винтаж идет уже с определенной музыкой и есть вставочки также а такая известная да когда мы снимаем как будто бы на камеру то есть такой олдскульный видос вот мне нравится вот это да то есть такая кисточка как будто бы размазывает покрасить в определенный цвет давайте сделаем немножко поярче выберем звук спецэффекты смотрите здесь есть две настройки крупный план так и смотрите вот он приближает крупно очень и пульсация то есть вот так вот все пульсирует видео рендерится достаточно быстро друзья ну вы поняли да то есть имея очень прямые руки вы можете снимать неплохие видосы и неплохо так редактирует сразу же на телефоне в инстаграм запулили и как бы проблем никаких нет следующий момент это темная тема на редмике у меня уже стоит темная тема в реалме мы переходим в лаборатория реалме это в самом низу и она как бы типа на стадии бета-тестирования хотя по сути мне она нравится больше чем на редмике объясню почему включаем темную тему и собственно говоря погнали здесь у нас приложение которое поддерживает темную тему заходим в телеграм кстати на мой канал и скрайбер скидки не забывайте кстати про телеграм-канал ссылочки все в описании там скидки и купоны в общем все самое интересное отличный контент ссылочки в описании подписывайтесь на телеграм-канал обязательно вот кстати давайте немного пробежимся по телеге а если вы хотите получать раньше всего то там я репощу новые видосы отдали смотрите здесь допустим были топ самой крутой одежды от сяуми в закрепленном сообщении кстати сверху есть скидки так вот вы обратили уже внимание реалме и редми чувствуется разница да то есть в одном случае это еще на бета-тестирование но уже темная тема в телеграме работает отлично уровень к темной темы нет далее больше давайте зайдем youtube чик и посмотрим а youtube на редмике и youtube на реалме так вился почему-то у меня здесь почему давайте вот так сделаем здесь вы друзья тоже чувствуете разницу да уже не вооруженным взглядом color с на стадии беты тестирования уже работает отлично а это усилий по сути готовый продукт далее по играм здесь есть такая программа в редмике дам ускорение игр game turbo выглядит замечательно красиво как бы слов нет друзья вот прям все у мишники но очень постарались молодцы здесь добавил асфальт 9 некоторые игры здесь уже у меня добавлены но смотрите друзья вы за милой или же за color с напишите свой выбор это и другая программа улучшает игры то есть по сути они со своей задачей справляется очень неплохо но в него мне нравится больше смотрите вот здесь мы делаем небольшой свайп и у нас появляется дополнительное окошко это на реалме запись экрана снимки и так далее но вот у сиуме есть и еще более классная фишка во первых окошко гораздо больше она открывается сверху вы открывается красиво и еще допом окошечко здесь открывается так вот сверху у нас есть показатели cpu и fps если вы игроман вы понимаете о чем идет речь да это очень даже важно уровень как сожалению такой фишки нет делаем свайп снизу задерживаем и мы попадаем в меню всех недавних приложений вот таким образом выглядит это меню на одном телефоне и на другом телефоне конечно я уже привык к милай 11 и мне кажется что вот такой концепт очень очень даже неплохо потому что во первых но здесь видно больше программ пишите в комментах какой вид вам больше нравится и кнопочка сбрасываем все приложения тоже есть и очищением памяти но если я хочу чтобы галерея тоже разделилась смотрите что происходит приложение фото не поддерживает как это решалось на сиуме я заходил в настройки заходил в настройки для разработчиков да я думаю знаете вы как это все открывается переходим возможности для разработчика отпускаемся вниз и здесь есть следующая галочка изменение размера в многооконном режиме я эту галочку выставил перезагрузил телефон и все равно экран не делится то есть вот здесь проблема есть у сиуми эта проблема по сути решается у real me пока что эта проблема не решается а далее по поводу рекламы у сиуми вы наверное очень даже хорошо знаете вот уже сразу же рекламочка повсплывала а в других папках конечно можно убрать рекламу за ссылочка сверху выйдет как убрать рекламу на мило 11 на color с вообще рекламы нет в реалме если мы заходим в приложение различные да допустим они знают диспетчер файлов и так далее то есть там где усиме есть реклама у реалме рекламы вообще нет очевидный плюс понятно что нами у 11 можно выключить рекламу но у реалме рекламу вообще нет это как бы здорово отлично хотя возможно компания реалме идет по пути сиуми и потом добавит рекламу но пока что все прям окей по настройке виджетов у сиуми мне понравилось что можно вывести виджеты на рабочий стол допустим вай фай интернет полет фонарик там и так далее . доступа у реалме я искал и в принципе я не нашел этого давайте зайдем виджеты а вот здесь есть виджеты обои эффекты и так далее мы заходим виджеты и вы можете установить только вот следующие виджеты погода календарь настройки быстрые заметки ну и так далее допустим вот свод заметок вы можете выставить таким образом допустим поисковик от google вы можете установить сюда наверх но вот эти иконки сюда никоим образом вывести нельзя на реалме это минус вот этой прошивки как я лично считаю а далее идем в настройки заходим в экран здесь а ps матрица в одном и в другом случае соответственно нету always on дисплея и в одном и в другом телефоне но у сиуми все-таки есть больше настроек до в него 11 допустим появилась карусель обоев на то есть мы заходим сюда если нам нужно выбрать стиль обоев вы можете допустим добавить музыку и так далее до спорт вы блокируете телефон разблокируете и вот появляются у вас такие картиночки вы можете добавить небольшую надпись и а тут и так далее то есть есть определенного рода кастомизация фотки вы можете добавлять с галереи стиль часов вы можете менять у real me этой фишки нет здесь все достаточно скупо поэтому ждем color с 7 далее по рингтона музыка а все-таки милай немножечко обгоняет color с в некоторых отношениях давайте мы здесь тоже перейдем музыку так звуки вибрация и вот в милай появилась красивая графика хотя я бы ее дополнил то есть гораздо больше бы добавил значков до различных мелодий смотрятся они очень красиво очень богато там ну как бы графика очень красивая очень супер у real me все пока что очень скудно ты заходишь в музыку допустим да мне кажется тоже это плюс я бы все-таки в color с добавил вот эти иконочки они очень разнообразит оболочку друзья на этом пока что все в следующий раз скрытые фишки color с 6 если вы хотите то обязательно пишите в комментариях с вами был я и скрайбер скоро новые видосы всем хорошего настроения не забывайте подписываться на канал всем респект всем пока пока